Документ мой отдайте, я поеду отсюда. Вы мне нервы все уже вытрепали. Я беременна, я на вас суп подам. Если не на бог, у меня будет выкидыш, я на вас суп подам. Выяснение отношений, потрепанные нервы и угроза выкидыша. На такой улов на обычной рыбалке Алена не рассчитывала. Скандалом для жительницы закончился отдых на озере Яубалык. Там супружеская пара попала на удочку инспектора рыбоохраны, который обвинил южноуральцев в незаконной ловле. Сотрудник заявил, что берег водоема частная собственность. Я когда начала спрашивать, где какая-то потряжающая бумага, что это частная собственность, на что он мне ничто не ответил. Взяла удочку, он начал мне ее поднимать, где сильно мне поранил руку, пошла кровь. Муж еле вытащил крючок из руки у меня. После стычки с инспектором на руке потерпевшей остались ссадины. Травмы зафиксировали медики. Поведение охранника рыбнадзора вызвало шквал критики от рыболовов-любителей. Выяснилось, что этот сотрудник широко известен в рыбацких кругах. Как заявили в Организации защиты прав рыбаков, с террором инспектора столкнулся уже не один южноуралец. Жестокость, циничность, а самое главное, явная заинтересованность в защите не государственных интересов, как это положено федеральному служебному, а частных интересов. Вот отличительные черты данного инспектора. К тому же, утверждают в рыбацком комитете, вылов рыбы на озере не запрещен. Суд, со слов общественников, уже не раз оправдывал рыбаков, так как не было состава правонарушения. Мы связались с сотрудником рыбнадзора, который составлял протокол. Нам госинспектор заявил, что в данном случае суд на его стороне. На этот раз правозащитники намерены идти до конца. Комитет обратился в федеральное агентство по рыболовству, к прокурору Челябинской области и в региональное следственное управление. Рыбаки просят дать оценку действиям инспектора. Этим борцы за права южноуральцев не ограничатся. О притеснении коллег общественные активисты намерены сообщить на прямой линии с Владимиром Путиным, которая состоится уже завтра.